МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь это называется так. Киев как бы намекает события на юго-востоке Украины. Больше не бои без правил. Просто началась активная антитеррористическая операция против самообороны юго-восточных областей страны. И так сокращенно все это называется АТО. С легкой руки депутата Геннадия Маскаля и министра МВД Украины Арсена Авакова диковинная аббревиатура прочно вошла в обиход украинцев. Руководит силовиками глава антитеррористического центра СБУ. С понедельника это бывший командир, альф и генерал-лейтенант Василий Крутов. Личность интересная. Крутову 64 года начал трудовой путь слесарем на Запорожь-Стале. Окончил пединститут. Крутов мастер спорта по греко-римской борьбе, чемпион СССР по восточным единоборствам. В спецслужбе 77-го года автор нескольких десятков трудов по вопросам нацбезопасности и борьбы с терроризмом. Пост первого заместителя главы СБУ занял в 2005-м. Теперь Крутов определяет пределы района проведения антитеррористической операции, принимает решения об использовании сил и средств, а в случае необходимости именно он вносит предложение о введении чрезвычайного положения. Вот что на этот счет сказано в украинском законодательстве. Антитеррористическая операция – комплекс специальных мер, направленных на предупреждение, предотвращение и прекращение преступных действий. Важно – действий, осуществляемых с террористической целью. Подразумевает освобождение заложников, обезвреживание террористов, минимизацию последствий теракта или другого преступления. По закону Украины АТО не может проводиться во всей стране. Это будет уже военное или чрезвычайное положение. Район проведения операции – это точечно определенные руководством СБУ участки, местности, здания, сооружения, территории, прилегающие к ним. Антитеррористическую операцию могут объявить, если теракт угрожает жизни многих людей либо совершен одновременно на территории нескольких областей. Совершение теракта затрагивает международные интересы Украины и ее отношения с иностранными государствами. И, очевидно, невозможность предотвращения или прекращения теракта силами правоохранительных органов и исполнительной власти региона. Ну и посмотрим детально, что предполагает антитеррористическая операция согласно украинскому законодательству. В районе АТО силовики имеют право применять оружие и специальные средства, задерживать лиц, которые препятствуют операции, проверять у граждан документы, а также проникать в частные помещения без решения суда. По данным МВД Украины, основной силой по подавлению восстания на Юго-Востоке является элитное подразделение Омега. Омега была создана еще при Кучме. Это такой отряд особого назначения и структуры МВД. Основные задачи – борьба с терроризмом и захват особо опасных преступников. Отряд формируется исключительно из офицерского состава. Среди бойцов Омеги – специалисты штурмового, разведывательного, водолазного, снайперского и кинологического направлений. При этом профильного разделения нет. Каждый должен обладать всеми необходимыми навыками. Улюбопытно, что целый ряд представителей новой киевской власти еще в свою бытность на Майдане утверждали, что именно бойцы Омеги на том известном видео раздели митингующего на улице Грушевского и потешались над ним. Нынешний первый вице-премьер по безопасности Ерема тогда называл бойцов Омеги подонками и фашистами. Тем временем на Украине закончился набор в армию. О том, что частичная мобилизация подошла к концу, объявил исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль. В течение 45 дней вооруженные силы набрали порядка 20 тысяч военнослужащих. Еще столько же в ряды нацгвардии. На гражданку пока не планируют отпускать и срочников, у которых дембель в апреле или мае. Призывники прошли курс обучения и уже приступили к своим обязанностям. Одновременно с этим срочники уже жалуются на условия службы, в частности на зарплату. Ведь новоиспеченным армейцам обещали 2,5 тысячи гривен в месяц, а дают на руки всего только 900. Как и почему мобилизация на Украине превратилась в фарс? В статье с таким названием украинский журналист делится своим впечатлением о службе в украинской армии. Виктора Ющенковича призвали в начале марта. Журналист пишет, что сегодняшняя армия очень похожа на театр абсурда и боится, что его семьи будут защищать такие же неумехи, как он. Большинство сослуживцев, журналисты – мирные люди, которые к армии имеют очень далекое отношение. И на профпригодность их никто не проверял. Треть народа, а нас было больше сотни, целая рота бойцов – ха-ха, забухала еще в первые дни, пишет журналист. У командиров военных частей сразу же возникла головная боль. Что делать с толпой гражданских, для большей части которых даже формы не нашлось? За время службы Ющенковичу запомнилось только одно условно полезное действие. Всех вывезли на полигон и дали расстрелять треть рожка из автомата. Отмечать, что по слухам во многих частях мобилизованных не учат вообще. Журналист пишет, что в его части 80% мобилизованных, не раздумывая, разошлись бы по домам, если бы только для этого была законная возможность. А апофеозом такого действия может быть только команда пустить это мясо в реальную атаку. Ну, в общем-то, всем ясно, что в таком состоянии и с таким настроем остатки украинской армии разбегутся или перейдут на сторону противника при первом серьезном столкновении. Неудивительно, что различные силы на Украине, наблюдая за всей этой анархией, пытаются создать свои собственные подразделения. В Днепропетровской области из гражданского населения формируется батальон специального назначения «Днепр». Финансирование на себя возьмет частично МВД и лично олигарх Игорь Коломойский. С таким спонсором на лицо и совсем отличный от регулярной армии подход в том, что касается матчасти. Зарплата рядового бойца этого подразделения составит не менее 1 тысячи долларов. Для командующего состава от 3 до 5 тысяч долларов. На службу будут зачисляться добровольцы с боевым опытом и практикой в вооруженных силах и правоохранительных органах. Свою армию планирует собрать и Юлия Тимошенко, кандидат в президенты Украины. Она заявила, что готовит общенародное движение «Сопротивление», цитата, российской агрессии. По словам Тимошенко, в каждом городе будут созданы мобилизационные пункты. В частности, в Харьковском, Запорожском и Днепропетровском регионах. Располагаться они будут в офисах партии «Батьковщина». Для финансирования уже создан международный фонд, который будет заниматься сбором денег. Руководство «Сопротивлением» возложат на центральный штаб, куда войдут военные, правоохранители и представители спецслужб. Ну и еще одна вооруженная сила, на этот раз из Киева, это Украинская национальная гвардия. 15 апреля руководитель Совета национальной безопасности Порубий написал у себя в фейсбук, что первый батальон нацгвардии, сформированный из добровольцев самообороны Майдана, уже отбыл на передовую. Нацгвардия – это очищенные от прежней скверны внутренние войска, плюс самооборона Майдана, плюс правый сектор. Последняя слагаемая, правда, отвалилась сразу сторонники Яроша. Назвали нацгвардию цирком, и теперь самооборона начала тренироваться и готовиться вступать в нацгвардию. Целых 450 человек, при том, что численность этого подразделения должна составлять 60 тысяч. Ну и даже потом из этих 450 часть отказалась служить или была признана негодной. И в результате высокий боевой дух и готовность защитить Украину демонстрируют сейчас только 274 экс-самообороновца. Ну и правый сектор также отметился на юго-востоке Украины, но не совсем в привычном качестве. Действовать самостоятельно люди Яроша после событий в Ровно теперь не решаются. Правые передали два своих отряда в подчинение спецподразделениям украинских силовых структур. Для чего Киеву столько разных вооруженных людей, нам расскажет Леонид Решетников, директор Российского института стратегических исследований и генерал-лейтенант службы внешней разведки в запасе. Леонид Петрович, вопрос такой, для чего в операции, которую сейчас проводит Киев, используется столько различных сил, от регулярной армии и спецподразделений до фактически частных военизированных групп. Но Украина находится в состоянии близкому к хаосу, то есть единой силы на Украине сейчас нет. А решать проблему юго-востока нынешние киевские власти намерены исключительно силовым методом, пока во всяком случае. Где набрать эти силы? Вот и собираются в Бору-Пасосенке различные полувоенные формирования, частные, государственные, частично армию. Это говорит только о том, что ситуация на Украине находится в глубочайшем кризисе. Но вопрос, которым сейчас задаются скептики, кто же по другую линию, кто эти вооруженные и так удивительно хорошо организованные силы самообороны? Насколько они об этом сами заявляют, и мы вправе им верить, действуют они слаженно, потому что в подавляющем большинстве своем это люди 40-летнего, 50-летнего возраста. Это никакие не бойцы спецназа, как распространяют эти ложные информации, украинские средства массовой информации. Мы видим даже по их внешнему облику, и когда они не закрывают лица, что это лица возрастные. Это ветераны войны в Афганистане, ветераны военно-воздушных сил, это ветераны армейские, военные ветераны. Они действуют слаженно, они обученные люди. Ну понятно, но Киев в свою очередь обвиняет во всем российские спецслужбы, и в частности в качестве доказательств говорит о том, что самооборона одета в российскую форму и использует уникальное российское оружие, например АК-100. Вы знаете, я всегда исхожу от противного. Если бы наши спецслужбы, которым я лет пять назад имел отношение до увольнения в отставку, организовывали такие вещи, то они были бы вооружены обязательно теми автоматами, которые используются только на Украине, и были одеты только в ту военную форму, которая используется только на Украине. Если бы это действительно были наши спецслужбы. Не надо же из них, из наших сотрудников спецслужб, делать идиотов. Спасибо за лестные слова о наших спецслужбах. Ну и на фоне всех событий на Украине, в Женеве, обнародовали доклад наблюдателей ООО на ситуации в стране. В документе 28 страниц во введении отмечается, что представитель ООН лично посетил Киев, Харьков и Львов и досконально изучил ситуацию. Основные претензии сводятся к следующим пунктам. Большинство нарушений связано, по мнению ООН, с грубыми действиями Беркута. Далее, в крымских событиях, по мнению организации, участвовали вооруженные силы России. При этом эксперты ООН все же признают, что русские этнические общины на Украине действительно подвергались нападениям, но это не носило масштабного характера. Есть и рекомендации киевским властям, в частности, привлечь к ответственности организаторов беспорядков и немедленно распустить силы самообороны на юго-востоке Украины. Ну и, таким еще дополнением, обеспечить защиту прав меньшинств. Российский МИД отреагировал на такой доклад в нехарактерных для дипломатов жестких формулировках. Игнорируется целый ряд других грубейших нарушений прав человека со стороны самопровозглашенных властей, включая, в частности, похищения, пытки, несудебные расправы, посягательство на независимость судебной системы, зажим средств массовой информации и гражданского общества. Документ изобилует вопиющей избирательностью. Действия радикалов на Майдане в конце февраля подаются в нем как мирный протест и проявление народного недовольства, то есть фактически оправдывается. Отношение к протестам на юге-востоке страны иное. Легитимных интересов русского населения этого региона наблюдатели не усматривают. В целом создается впечатление, что доклад сфабрикован по заранее заданным выводам, ради которых можно было и не ездить на Украину. Все-таки найти общий язык по украинской проблеме дипломаты попытаются в Женеве на четырехсторонних переговорах с участием и Евросоюза, и США, и России, и Украины. Последняя правда к этим переговорам готовится достаточно специфично. Киев с одной стороны усиливает вооруженную группировку на юго-востоке, с другой продолжает нагнетать предвоенную истерию. В столице Украины на подъездах для чего-то расклеивают листовки с инструкцией, как действовать, если случится война. Там содержится план эвакуации и даже адрес ближайшего бомбоубежища.